Всем привет, друзья! Добро пожаловать в каюту капитана Врунгеля. К сожалению, я пока без компьютера, поэтому решил сделать в таком вот усеченном аудиоформате, насколько это можно вообще делать в телефоне. Ну, вы мне напишите в комментариях, как вообще там. В принципе, звук нормальный, я микрофон подключил, вот. Ну, а вот с редактированием, конечно, сложнее все. Огромное спасибо всем моим подписчикам, кто помогает в сборе на ноутбук. У меня старенький помер, 13 лет. Ну, для Мака я считаю, что это просто героическая цифра, да, 13 лет все-таки это срок. Огромное спасибо всем ребятам, кто помогает. Мы уже насобирали 14 тысяч рублей и 6 тысяч тенге. Это где-то тысяча рублей, ну, чуть меньше там. Вот, осталось собрать 15 тысяч рублей. Надеюсь, я с вашей помощью соберу и вот смогу продолжать дальше клепать видео для вас. Сегодня я вообще сделать решил небольшой материал. Как обычно, не получилось, но в одну версию, в одно видео я это все успею сделать. Когда я собирал материал про операцию Катапульта, я наткнулся на один эпизод, который меня сильно рассмешил. Виной тому был один дед. Звали этого деда Уолтер Коуэн. Вернее, сэр Уолтер Коуэн. Сын был армейского майора. Поступил на службу. В 1884 году на флотскую службу поступил. Представляете, да, себе, когда это все происходило? Начал он на учебном корабле «Британия» вместе с будущим известным адмиралом Дэвидем Битти. Ну, «Британия» вы еще парусник, видите, хотя он уже был винтовой. Служил на кораблях «Александрия» «Волочь» «Боудиссея» или «Боудиссея». Сейчас вы их картинки видите. В 1894 году был назначен на крейсер «Бороза». 13 ноября 1892 года был произведен в лейтенанты. Вот этот вот «Бороза», он действовал по бережью Африки и воевал там против африканских племен. В 1898 году его назначили командиром канонерской лодки на Ниле. Принимал участие в боях в Судане. Потом командовал в флотилии канонерских лодок на Ниле во время фашотского кризиса. Во время Англобургской войны был адъютантом фельдмаршала Китченера. Ну, вернее, лорда, потом он станет фельдмаршалом. Известен тем, что когда тот воевал с махдистами, ну, это вот сторонники мусульманского проповедника Мухаммеда Ахмеда, который себя провозгласил «Махди», то есть спаситель или мессия, он приказал вырыть того из могилы и бросить его в Нил. Так вот просто. 1 ноября наш герой в 1898 году получил титул барона и временно оставил морскую службу. У него дизентерия, по-моему, была, поэтому пока списали. Он возвратился в Англию в 1901 году, был назначен старшим офицером на броненосец Принц Джордж. 30 июня 1901 года произведен в звании командера. Обратите внимание, звание командера он произведен был. Затем командовал эсминцем, флотилией эсминцев. 31 декабря 1906 года был произведен в звании капитана и в 1910 году был назначен командиром нового легкого крейсера HMS Gloucester. Во время Первой мировой войны командовал крейсером HMS Zelandia, затем Princess Royal, ну и участвовал в ютландском сражении на нем. В 1917 году был назначен командующим первой эскадры легких крейсеров. 2 сентября 1918 года произведен в контр-адмиралы. В январе 1919 года его эскадра была прислана на Балтику, сменив эскадру легких крейсеров адмирала Эдвина Синклера. Ну и эта вот эскадра действовала на Балтике до конца 1919 года, причиняв немалое беспокойство Советской Республике. За успешные действия ему тогда был пожалован титул баронета, но вот в советском фильме 1951 года, незабываемый 1919 год, он был там показан. Правда мельком, но тем не менее вы тому можете увидеть. В 1921-1923 годах командовал эскадры линейных кораблей, включая HMS Hood, который потом примет участие в операции Катапульта, и HMS Repulse. 2 ноября 1923 года ему присвоили чин вице-адмирала. 1 августа 1927 года произведен в полные адмиралы, ну и в 1930 году назначен первым морским эдютантом короля. В 1931 году дед вышел в отставку. То есть в 1931 году ему уже было 60 лет, точнее 62. Разумеется, к началу Второй мировой войны он уже был опытным пенсионером, еще был возраст под 70. Однако он не пожелал оставаться в стране и возжелал принять участие в боевых действиях. Он обратился к своему корешу, тоже детку, правда тот на год или на два младших был, барону, а по совместительству командующему британским спецназом, командос, Роджеру Кизу. Причем Коуэн добровольно пошел на получение низшего звания, командор, ну это на наши деньги капитан третьего ранга. И в 1941 году отправился в Шотландию обучать новобранцев в управлению катерами. Ему удалось попасть на североафриканские театры военных действий. При этом он уже просил другого человека, своего бывшего подчиненного Эндрю Каннигхэма, про которого я говорил в видео про операции катапульта. Можете посмотреть видео, кому интересно, что за человек. Вскоре после прибытия в Северную Африку он принял участие во втором сражении при Мечили, или при Мечили, в апреле 1941 года. В мае 1941 года, на 72-м году жизни, Коун принял участие в двух неудачных морских рейдах. С восьмым отрядом командос они шли вдоль побережья Северного Египта, Киренайки, на канонерской лодке HMS Affis, которую притащили аж с Китая. Скорость у него была максимальной 12 узлов. Лодку неоднократно подвергали атаке немецкие и итальянские самолеты. В конце концов, англичане были вынуждены отказаться от второй попытки из-за повреждения рулевого механизма. Во время этих атак, команда, с которой видели этого деда, они думали, что дед ищет героическую смерть. Короче, он стрелял по приближающим самолетам из Томмигана. Позднее Коуна перевели в 18-й индийский кавполк, кавалерийский полк короля Эдуарда VII. И в бою при Бирхакеме он был взят в плен 27 мая 1942 года. Сражался с итальянским танком из 15-й танковой дивизии. В одиночку он стрелял по нему из своего веблея. К счастью для него самого итальянцы восприняли это как чудачество. Ну и не дали по отставному отмиралу очередь с пулемета. Просто дождались, когда у него кончились патроны, и деда под белые рученьки проводили в плен. Но стоит сказать, что в этом сражении участвовали и французы из французского иностранного легиона. Они уж умели свалить. Но что там интересно, что там была женщина. Единственная женщина. Ее звали Сюзан Треверс. Она была шофером и адъютантом командующего Мари-Жозефа Кёнига. Это был командующий иностранным французским легионом. Ну и по совместительству она была его любовницей. Короче, они сумели убежать от немецко-фашистских. На следующее утро колонна достигла линии фронта. Но машина Треверс имела 11 пулевых попаданий. Сломаны были все амортизаторы. Не работали тормоза. Но после этого сражения Кёниг свою подружку бросил. Получил звание генерала и вернулся к жене. Солдаты ее звали... Прозвище ей дали Л'Амисс. Но правда в 65-м году этот самый Кёниг, он ее наградит военной медалью. Это одна из высших военных наград Франции. Наш дед в 43-м году был репатриирован по соглашению с Италией, по которому где-то 800 итальянских моряков, интернированных в нейтральной Саудской Аравии из Красноморской флотилии, они были обменены на такое же количество британских сорлат. Необычной особенностью было то, что не было условий о будущей деятельности людей. И они могли свободно вернуться к боевым действиям. Поэтому дед снова вступил в Командос, принимал участие в боевых действиях в Италии в 44-м году, был награжден планкой к своему ордену за выдающие заслуги, планка за храбрость, решимость и неустрашимую предность долгу в качестве офицера связи с Командос при атаке и захвате горы Арнита, Италия. А также во время атаки на острова Шолтом, Лет и Брачево-Дриатики. Все эти операции проводились под очень сильным огнем противника. Вот так на городных документах написано. В 45-м году дед Сэр Коуэн снова вышел в отставку. После войны его пригласили стать почетным полковником 18-го королевского полка короля Эдуарда. Он посетил Индию и когда он получил эту вот самую должность, он считал ее самой высокой из достигнутых им за всю его обширную военную карьеру. Героический дед умер 14 февраля 1956 года в возрасте 84 лет. Ну вот такая вот история. И я хотел бы закончить словами из известной поэмы. Да, были люди в наше время, не то что дынешнее племя, богатыри. На этом у меня сегодня все. Кто хочет помочь на сбор, на ноутбук бэушный. Но я думаю, что он все-таки поработает. Тоже в хорошем состоянии я нашел. Правда, его уже продали, я ищу новый уже. Вот, тем не менее, желающим помочь. Ну вот реквизиты я вам сейчас как бы выложу картинку на экран. Огромное спасибо всем, кто уже помог. И огромное спасибо всем, кто поможет. Любая помощь поможет. Люди шлют от 70 до 3000 рублей. Ну а с вами был капитан Врунгель. До новых встреч. Пока.